Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ «Время новостей». В студии работает Айнур Мирханова, сурдоперевод обеспечивает Марат Жмабеков. В начале выпуска коротко о самом главном. Газ для нас. Шесть населенных пунктов будут обеспечены природным газом уже в этом году. Во избежание беды началась работа по берегоукреплению озера Алаколь. В Талдыкургане в день рождения Абая появился новый арт-объект. Сразу шесть населенных пунктов будут подключены к природному газу до конца текущего года в Алматинской области. В их числе села в Талгарском районе, райцентры из Кельдинского, Кербулакского и Балхарского районов. Сейчас идут работы по прокладке труб и установке шкафчиков. Об этом и не только говорили на селекторном совещании с районами под председателем главы региона Амандыка Баталова. Вопрос номер один во всем мире сейчас. Ситуация по ковид. В Алматинской области выявляемое заболевание увеличилось почти в пять раз. При этом у большинства инфицированных на ранних стадиях. За две недели количество анализов увеличено с 200 до 300 в сутки. Предпринятые меры дали положительные плоды, отметил глава региона. Однако в ряде районов плохо ведется профилактика, за счет чего наблюдается ежедневный прирост. В этом числе Каратальский, Сарканский, Панфиловский и Коксуский районы. По словам курирующего здравоохранения зама Акима области Жены Сатуяхова, возросла заболеваемость среди пенсионеров. Во время получения пенсии в отделениях Каспочты плохо соблюдаются санитарные требования. Кроме того, неудовлетворительно признана работа специальной мониторинговой группы, которая выдает акт готовности объекта к работе по завершению карантина. 17-го закончится, в 18-го должны все, которые тяжело на сегодняшний день, взяли кредиты. За счет этого семьи кормят, живут, слушай, представители малого и среднего бизнеса. Они должны заработать. А если у него разрешение не будет, как он будет работать? А вы должны за это время до каждого дойти, в каждом районе определить их количество. Минимум, как в Шхентай-Алтанном вознаге, минимум 150-200 таких объектов. Всего за 40 дней под ключ обещают строители построить в Талдыкургане новую инфекционную больницу. Работа уже кипит. Учитывая это, Амандык Баталов поручил ускорить работу по подбору медперсонала. Это одна из главных задач на текущий момент. Отдельного внимания заслуживает обеспеченность больниц регионно-медицинским кислородом. Не надо мне конкретно, я сказал, по больницам, которым ты везде организуешь подачу кислорода в каждой кровати. Сколько всего таких больниц, сколько на это надо средств, денег. И где на сегодняшний день, какая ситуация в целом. Каждый о кем должен знать, я сказал, у себя больницу какую, когда он начнёт, когда он закончен. Ещё один актуальный вопрос на повестке дня – подготовка к учебному сезону. Согласно отчёту курирующего зама, соответствующая работа проводится должным образом. Свыше 300 тысяч детей будут обучаться через интернет-платформы и почти 85 тысяч через телевидение. 138 школ, а это 7,5 тысяч учеников, будут получать знания в штатном режиме. Им сейчас уделено особое внимание. Для безопасности детей учреждения образования будут оснащены туннелями, бактерицидными лампами, тепловизорами и санитайзерами. Подготовка к новому учебному году идёт полным ходом. 20 тысяч малоимущих семей мы снабдим компьютерами. Учителя же на 100% обеспечены компьютерами. Решается и проблема с интернетом в отдалённых сёлах. Касательно книг, на сегодня обеспеченность составляет 30%. До 20 августа доведём до 100. Кроме того, мы планировали закупить 71 автобус для перевозки школьников. 61 уже прибыли, остались ещё 10. Обсудили подготовку к предстоящей зиме. Уже сейчас должен быть готов запас топлива на два месяца. В отопительный сезон для соцобъектов необходимо более 25 миллионов тонн дизельного топлива. На сегодня закуплено ровно половина. Потребность в угле – 1 миллион 340 тысяч тонн. Касательно газификации. Уже в конце этого года ещё 6 населённых пунктов получат доступ к долгожданному природному газу. В их числе районные центры Сарузек, Баханас, Караблак и сёла Жалгамыс, Агдала и Актас Толгарского района. На сегодня определён частный партёр по шести проектам. Составляются соглашения. Дамир Анитов, Айдос Калиев, Телеканал ЖИЦУ. На озере Алаколь, близ посёлка Куктума, впервые проводятся берегоукрепительные работы. На эти цели выделено свыше 5 миллиардов 800 миллионов бюджетных средств. Берегоукрепление прибрежной зоны «Жемчужины» и «Семеречья» придаст дополнительный импульс развитию курортной линии посёлка Факши и Куктума-Алакольского района в Алматинской области и сведёт на нет вероятность несчастных случаев. Протяжённость прибрежной полосы озера Алаколь, близ посёлка Куктума, составляет 8 километров. А глинистый, отвесный и в целом опасный участок 2 километра. Именно здесь 31 июля разбилась 16-летняя девушка, упав почти с 8-метровой высоты. Её последнее селфи стало фатальным. Обрушение побережья озера Алаколь явление нередкое. Ежедневно спасательные отряды проводят рейды для выявления новых трещин в отвесной глинистой гряде, сигнализирующих о скором падении грунта. Службой экстренного реагирования проводятся и профилактические меры. Для этого по линии опасных участков установлены таблички с предупредительными надписями и натянуты сигнальные ленты. В опасных местах, запрещенных для купания и отдыха, нашей службой ведётся наблюдение. Для этого сформирован отряд из 13 человек. Рейдовые мероприятия проводятся ежедневно. Однако не все отдыхающие соблюдают меры безопасности, как на берегу, так и на воде. С начала купального сезона работники нашей службы спасли из воды 18 человек, трое из которых дети. Надо отметить, что установку предупредительных табличек с сигнальными лентами сотрудники ЧАЭС проводят ежегодно с наступлением купального сезона. Однако эти меры нельзя назвать превентивными. И уж тем более защитными. Поэтому нужно берегоукрепление, что обезопасит прибрежную линию от обмыва, эрозии и обвала, а отдыхающих от несчастных случаев. Проблема не нова. И вот, наконец, средства выделены. Работа начинается. В данное время идёт дислокация техники, оборудования, вахтовых городов. Как с техникой оборудования поступить, приступаем к работе. Прежде всего, начинать разрушать яр, который уже начинает обрушаться. Поступит техника и начинаем его сносить. На первом этапе засыпка берега и отбивание шпунтовым ограждением берега. Берега укрепительной работы в Варгайтинском сельском округе предусмотрены близ посёлка Коктума и Акши общей протяжённостью более 13 километров. Ввод объектов в эксплуатацию ожидается в ноябре следующего года. Евгения Присяжная, Ержан Дуйсен, телеканал ЖТСУ, Алакольский район. Снести нельзя строить. Конфликт возник между жильцами микрорайона Каратал и одним из предпринимателей областного центра. Всё дело в том, что бизнесмен намерен строить магазин и аптеку на месте старой детской площадки. Здесь играли наши дети, жалуются горожане. Возмущённые они просят ответственные органы разобраться в проблеме, законно ли строительство или нет. Как утверждает нынешний владелец участка Иркебулана Мангельды, земля куплена абсолютно легально. Однако, по мнению местных, с ними куплю-продажу придомового участка никто не согласовывал. 5 августа через Наталью скупил земельный участок под магазин, строительство магазина, на частную собственность. Вот теперь строил магазин, а соседи все жалуются. У меня рабочий проект, строительство на разрешение, эскизный проект. Что есть? Верните площадку детскую, чтобы наши дети играли. Всё, мы больше ничего не требуем. Никто нас не спрашивал никакого разрешения. Вчера пришли молча строители и начали тут убирать, выкапывать наши качельки, лавочки, турник выкопали. Сказал, документы у него в порядке, что это его частная собственность. А у нас это никто не спрашивал. Как он мог это выкупить, мы не знаем. Две недели кропотливой работы и память о великом Абая увековечена навсегда. Молодой художник из города Талдыкурган нарисовал портрет великого казахского поэта, основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева. Только выполнен он не на холсте, и полюбоваться им сможет каждый желающий. Чтобы нанести этот огромный мурал на стену высотой около 18 метров шириной 12 метров, художнику из Талдыкургана Ирки Гали и Мангали потребовалось всего три часа. Однако, чтобы нарисовать первоначальный эскиз, как утверждает автор, ушло более двух недель. По словам мастера граффити, данный арт-проект он решил не только приурочить ко дню рождения великого Абая, но основная цель – просвещение подрастающего поколения. Для молодежи, чтобы молодежь узнавала, знала наших предков, какими они были, чтобы помнила, чтобы расспрашивали, узнавали о нем побольше. Сегодня по всей стране отмечают юбилей Абая Кунанбаева. Однако из-за сложившейся ситуации в стране, большинство мероприятий проходит в онлайн-режиме. Так, в целях популяризации творчества и жизненного пути Абая в центре Рухани-Жангару прошла республиканская онлайн-конференция. В ней приняли участие известные ученые. Как отметили организаторы конференции, им сегодня было чем поделиться с такой обширной аудиторией. Мы нашли книгу «Аль Шахариат», которая была выпущена в 1914 году. В этой книге наш земляк, агроном Саталхан Сапатаев, перевел для широкой публики за пределами нашей страны стихотворение Абая «Жаз». Напомним, с этого года в Казахстане появился новый праздник – День Абая. Его будут отмечать ежегодно 10 августа. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым. В воскресенье свой профессиональный праздник отметили представители самой созидательной сферы. Благодаря упорному и кропотливому труду строителей на пустом месте вырастают новые города и села. Пример тому выросшие в областном центре за последние несколько лет уникальные по своей архитектуре объекты. Строители вносят весомую лепту в развитие социально-экономического развития всей страны. Кайрат Киреев в строительстве более 30 лет. Трудовую деятельность начинал мастером. А сейчас уже генеральный директор собственной строительной компании и проектной организации. Под его руководством было построено множество объектов в сфере образования, здравоохранения и культуры. Как отмечает строитель, в его ремесле самым важным и первостепенным элементом является качество строительства. Какой бы объект мы ни строили, мы всегда даём гарантию на два года, школы, детские сады – это такие объекты, где присутствуют дети. А это значит, что до качества данных объектов мы несем двойную ответственность. Большинство важных материалов при их строительстве мы не закупаем с Китая, как это часто происходит. Двери, окна, ограждения, скамейки – всё это мы производим сами. В 2006 году его компания начала функционировать в составе всего трёх человек. За 14 лет он создал крупную и процветающую компанию со штатом более 700 работников. За эти годы Кайрат Киреев и его команда с нуля построили свыше 15 новых зданий – школ, больницы и арендного жилья. Им было верено возведение музея памяти жертв политических репрессий и реконструкция аэропорта города Талдыкурган. При реконструкции аэропорта, честно признаюсь, мы получили большие навыки и знания о таком нашей области Аманды Кабаталова. Он контролировал каждый процесс. Неделю два раза делал объезд, вносил свои коррективы для создания более комфортных условий пассажирам. И в итоге, как вы сами видите, наш аэропорт оснащён по последним современным технологиям и уступает воздушной гавани того же Шимкента, который является объектом международного уровня. Действительно следует отметить, что всего за последние несколько лет под руководством главы региона Аманды Кабаталова областной центр стал одним из красивейших городов республики с органичным архитектурным ансамблем. Будучи заслуженным строителем страны, он, как никто другой, разбирается в мельчайших деталях и требует качества. Результат – это десятки новых красивых мест и зданий в нашем городе. Айнур Мейрханова, Надир Хамзин, телеканал ЖИПСУ Талдыкурган. Комитетом национальной безопасности в рамках досудебного расследования по фактам незаконного изготовления и сбыта огнестрельного оружия задержаны два жителя города Жанаузен Мангастауской области, приверженцы деструктивного религиозного течения. В ходе обысков обнаружены изъятые вещественные доказательства, в том числе два автомата, три пистолета, приспособления для бесшумной стрельбы, а также боеприпасы, сообщает закон .kz. Следствием проверяется причастность фигурантов к преступлениям экстремистского характера. И выясняются иные обстоятельства дела. Музейный комплекс «Хан Ордас Сарайшик» пополнился новыми экспонатами, сообщает Хабар-24. 150 артефактов в древности были переданы в ходе акции «Дар музею» жителями Атраусской области. Самая крупная партия находка была презентована сельчанином Рауаном Сабировым. Это было 100 предметов эпохи Сарматов. Всего в музее насчитывается свыше 4000 экспонатов, относящихся к разным историческим периодам. В ближайшем будущем на территории города Сарайшик построят туристический центр. Семей десятки сотрудников компании «Семейбаз», занимающихся пассажирскими перевозками, собрались у ворот автопарка. По словам водителя, по договору каждый из них должен получать по 10 тысяч тенге, плюс доплату 2,5 тысяч тенге из-за того, что убрали кондукторов. Но никто этих денег не увидел. Наоборот, зарплату сократили до 4,5 тысяч, рассказала бывший кондуктор Наталья Борисевич, которая сейчас судится с «Семейбаз». По словам сотрудников, начальство ответило на претензии работников лаконично. Увольняйтесь, кому не нравится. В ответ на это водители начали собираться у ворот автобусного парка. К ним оперативно приехали сотрудники полиции. Волонтеры трудового отряда «Жасыл Ель» начали раздавать средства индивидуальной защиты. В рамках акции более 500 единиц масок, перчаток и антисептиков раздали на улицах города Талдыкурган. Молодежь преследует цель разъяснить гражданам элементарные правила санитарных норм, такие как носить повсеместно маски, обрабатывать руки санитайзером и соблюдать дистанцирование. Ведь в это нелегкое время пренебрегать ими нельзя, заявляют в штабе. Только в областном центре более 30 добровольцев провели разъяснительную работу и еще раз напомнили о социальной ответственности. Добавим, акция неодноразовая. Работа в данном направлении продолжается. Цель сегодняшней акции, которая была создана организацией «Жасыл Ель» – это пропаганда здорового образа жизни, распространение того, что здоровье – это самый ценный ресурс нашей жизни. И основная наша цель заключается в том, чтобы распространить и передать другим людям, чтобы они носили маски. Напряженность, которая накапливалась в преддверии президентских выборов в Белоруссии, в воскресенье вечером вылилась на улицы. Возмущенные оглашенными первыми результатами провластных экзитполов, противники Лукашенко стали собираться в центре Минска, чтобы выразить протест против имеющейся, по их мнению, места фальсификации итогов голосования. Их пытались сдержать силы правопорядка. Противостояние продолжалось несколько часов. Против митингующих были применены спецсредства, в том числе водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули и перцовый газ. Есть пострадавшие и много задержанных. С самого начала протестных акций силовики жестко пресекали попытки устранить шествие по городским улицам. ОМОН и подразделения внутренних войск блокировали центральные районы города и стали вытеснять протестующих с главных улиц. Кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала своих сторонников и сотрудников правоохранительных органов избегать насилия и обвинила власти в том, что столкновением пострадали люди. По словам представителя ее штаба, руководство страны во многом само спровоцировало такую ситуацию. Группа вооруженных террористов напала на французских граждан на юго-западе Нигера в результате убитых 8 человек. Нападение произошло в заповеднике Кура, который привлекает туристов со всего мира. В результате нападения погибли 6 граждан Франции и двое нигерийцев. Убитые в Нигере были сотрудники Международной гуманитарной организации АСТЭТ – Агентства по техническому сотрудничеству и развитию. Эту информацию официально подтвердили власти Франции. Боевики на мотоциклах окружили внедорожники и открыли огонь. Инцидент произошел в час езды от столицы страны Ниамея. Район Тилабери – стратегически важное место, где находятся границы трех стран – Нигера, Мали и Буркина-Фасо. С 2017 года там введен режим чрезвычайного положения. В этой части Африки активно действуют исламисты из экстремистских террористических группировок Исламской государства в Западной Африке и Бока-Харам. Центр Бейрута превратился в субботу в арену столкновений между силовыми структурами и активистами протестного движения. Участники антиправительственной демонстрации штурмовали и захватили правительственные здания, в частности МИДа, Минэнергетики, Минэкономики и Министерства охраны природы. По последним данным, армия смогла вытеснить протестующих из здания МИДа. Была также предпринята попытка захвата штаб-квартир Ассоциации ливанских банков, но охрана смогла дать отпор разъеренной толпе. В ходе столкновений с правоохранительными органами пострадали сотни демонстрантов. Один сотрудник силовых структур погиб. Протестующие требуют отставки президента Мишеля Ауна, спикера парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диабе. Последний призвал к досрочным выборам. Пример также сообщил, что расследование взрыва в порту Бейрута не будет долгим. По его словам, произошедшее стало результатом многолетней коррупции и пообещал, что все виновные будут найдены. Это была вся информационная картина на сегодня. А я с вами прощаюсь. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин